здравствуйте друзья задают мне вопрос говорят вот за год рубль по отношению к доллару упала два раза и чем будет дальше спрашивают и если есть небольшие сбережения в рублях то нужно ли их вот прямо сейчас немедленно превратить в доллары что тут скажешь значит я вспоминаю ассоциация такая возникла в голове когда вы только-только приехали соединенные штаты здесь в сан-франциско было такое местное русское телевидение ну то есть как какое оно было телевидение было travel agency такое турагентство и у них ну как бы была своя такая программа ну что на свои люди гуляли значит на каком-то из местных каналов где можно было время брать там в аренду они раз в неделю в течение получасика по моему а может быть и даже целого часика делали какую-то свою программу я даже помню фамилию владельцев этого агентства грибановские была их фамилия и вот вот эти грибановские они держали маленький канальчик я не знаю куда дальше делась и где это агентство и где владельцы ничего не знаю просто вот в момент когда мы только приехали это было практически все что было из русского телевидения еще было был такой канал international channel называется международный канал и там раз в сутки было какое-то время когда 30 минут показывали программу время вот собственно все что туда был но и я соответственно так смотрел как-то была такая ну тоска что ли по русскоязычному какому-то вещанию ну вот я смотрел тем более они в америке много лет они что-то такое знают могут рассказать вот как вы сегодня блогеров смотрите вот мы тогда смотрели канал грибановских и там у них женщина была которая интервью там брала как-то такая корреспондент на выезде видимо из сотрудников ну и был такой сюжет маленький значит где-то они в каком-то здании я не могу сказать где может биржи какая-то и она сотрудница корреспондент останавливает мужичка из наших советских эмигрантов и говорит ему там марк салабоныч выиграть известные как специалист по торговле валютами скажите вид вот нашим зрителям но в самых простых так как бы терминах в чем смысл торговли валюты и он говорит ей на полном серьезе поскольку вопрос был тоже на полном серьезе и он ей говорит но если уже совсем сказать просто говорит он смысл торговли валютой состоит в том чтобы покупать валюту дешево а продавать дорого и вот как бы эту разницу присваивать себе значит я вспомнил эту незатейливую историю когда вопрос этот прочитал потому что ну продавать ли сегодня значит рубли да и покупать доллары так это же зависит от того что вы ждете если вы ждете что доллар подорожает так конечно не смысл купить доллары и дать им подорожать если вы ожидаете что доллар наоборот подешевеет так держите свой рубль и у вас будет больше долларов то поэтому кто же знает это же знать как либо туда либо сюда и другая ассоциация который у меня возникает это вот этот сумасшедший жор на товары которые был вот когда это было год но не год там может быть чуть меньше назад когда доллар дорос там до 80 рублей и люди скупали просто там по три телевизора по четыре телевизора там поезд на холодильнике и почему это происходило потому что они ожидали что рубль еще упадет если бы они знали что рубль пойдет вверх они бы не стали этого делать они поддержали свой рубль но поскольку они думали что сейчас еще хуже будет это это называется паника вот поскольку возникла паника то они на этой панике и погорели то есть иногда вот бывает проще на мер сидите и даже не знать там как бы здоровее будешь но значит сам по себе вопрос продать ли сейчас или там купить ли сегодня вот сегодня что делать сегодня никто не знает то есть есть много народу которые высказывают по этой тематике я посмотрю я я тоже любопытный я посмотрю хотя меня больше интересует как бы дал долгосрочное что-то потому что у меня сиюминутного нет я валютами не торгую акциями не торгую там каких-то этих мючилл фант у меня нет мне мне собственно лично мне по фене но ну все равно это как бы важно это интересно это влияет на очень многие аспекты жизни которые для меня важны не кроме того что я купил дешевле и продал дороже этого я не делаю но я посмотрю я вижу очень серьезных людей я не могу сказать что кто-то из них например была болка а кто-то серьезный все очень серьезная пья про американских горья и российских не знаю и не слушать так вот у них разные соображения они видят жизнь под разным углом знаете одни занимаются какими-то комодитис там я не знаю другие занимаются акциями третьи там опционами четвертые там хедж фандами и у них а кто-то кого-то знает лично который ему там нашептала кто-то в колуарах кто-то кто-то в колуарах конгресса а кто-то в колуарах там допустим опек и вот они там все это рассуждают например вчера я слушал где это было по-моему на блумберг тиви там тоже кого-то я их люблю я люблю блумберг тиви на самом деле это очень очень профессионально это как перед канал профессиональный и там дядька говорит мы видим что в арабских эмиратах вот и саудовской аравии странах опек в целом возникает вопрос о том что может быть не надо уже так там дожимать в конце концов это всем мешают низкие цены постоянно все говорили и говорят я не слышал другого мнения что цена там 100 долларов за баррел нефти в принципе всех устраивал но не устраивало опек что их доля снижается на рынке то есть там какое-то время назад у них было 40 процентов а сейчас только 30 получается что все выходят все свое нефть туда значит на рынок несут они должны свою долю время сокращать 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 чтобы другие могли значит там дороже продавать ну что ж тут скажешь то поэтому а другие говорят что они хотят там додавить уже конкурентов там там не знаю какой-то там ручки чтобы уже совсем там их выше бить и американских там еще каких-то но дело в том что саудовская аравия где-то там подпишут что им нужно чтобы не шла долларов там по 80 хотя бы чтобы бюджет государства сбалансировать то есть меньше 80 они теряют деньги вот у них там вроде за последний год они там 70 миллиардов потеряли потому что нефть упала а расходы остались они сейчас думают как сократить на что можно подрезать то есть никому не в радость на самом деле это все даже тем у кого казалось бы добыча дешевая там по 15 долларов по 10 по 12 даже эти страны при том что они как бы может и не убыточные но так у них же а бюджет из чего формировать надо пояса затягивать в общем разные точки зрения есть понимаете плюс еще добавляется ну понимаете когда ядерная держава управляется одним человеком добавляю и он как бы проявил себя в некотором смысле таким трудно предсказуемым назовем это так значит трудно предсказуемость ядерные державы добавляет как бы риска на рынке вот саддам хусейн не был там ядерным но он постоянно чем там устраивал я отлично помню это время когда он что-нибудь скажет бах нефть пошла нефть 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 выросла в цене он своими страшилками там я это я был постоянно вот на каждое его там это злобное высказывание нефть дергалась поэтому что тут скажешь очень много факторов влияет одни говорят что мы уже дошли до дна с нефтью другие говорят еще блин может еще и на 40 упадет с рублем последнее что я читал напишет что мы к концу года увидим и сотню ну конечно если это это совпадает с утверждением о том что может нефть упасть и там и до 40 там но но ненадолго но если она ненадолго упадет до 40 ну да ну туда рубль ненадолго там будет стоить сотню но если если паника возникнет а вообще неизвестно сколько будет стоить но недолго паника же не бывает долгой ночью вот такой дурдом ни один человек а уж нет я-то последний в этой в этом списке ни один человек не даст вам разумного совета значит когда что купить и когда что продать это это уж точно вот поэтому не знаю что сказать хочу вот поделиться друг другой информации которую может быть относится к этому как-то но нет не прямо но косвенно в швейцарии там организация не помню как называется исследование произвела такое значит очень интересно там с наукой со всеми делами там очень серьезное исследование не бла-бла-бла так все по науке каким образом значит влияют репортеры люди которые пишут со стак маркета не только стак маркета вообще биржевые люди которые описывают журналисты описывающие биржевые операции состояние рынка и так далее как их значит репортажи влияют на движение цен на рынке в зависимости от того какие слова они используют и вот там сделали список из 141 слова 141 слова которые биржевые специалисты не должны произносить разговаривая журналисты 141 слова и вот эти значит такие слова как там крэш коллапс там и рашинал там еще ну и на английском они идут значит то есть слова которые пугают даже например вот блумберг сказал да вот или там блумберг значит ожидает значит тоже влияет уже блумберг это очень авторитетное издание и она влияет на сознание других людей но если уже блумберг сказал вот пошла пошла движуха они посчитали в процентном отношении и оказалось что описание ситуации на рынка с применением нехороших слов таких спекулятивных ажиотажных и без применения этих слов значит создает разницу в цене акций или там чё там торгуется значит в 10 процентов вот представьте себе 10 процентов цены акций это то в каких терминах значит журналисты описывают на основании того что им говорят специалисты там с этого рынка а специалисты с этого рынка они матерком могут отчая эмоциональная но они может быть журналистом матерком не знаю как это отношение зависит но они могут они могут потерять какие-то деньги и огорчиться они могут предсказать неправильно это сплошь и рядом я не снова огорчиться и вот это вот огорчение эмоции вот это все ночь высыпается на журналистов те высыпают на странице своих изданий кроме того все хотят эмоционального люди считают эмоционально люди ищут дрянь всякую вот и они как нашли дрянь какой-то сразу побежали чем продали или испугались вообще все продали ну и так далее к чему я клоню это все я я не столько пытаюсь молодого человека с небольшими сбережениями как-то ему помочь вот с увеличением или там скажешь не потерей кровно заработанного но может быть как как взгляд на жизнь больше да значит держаться подальше от эмоций когда речь идет о деньгах о состоянии рынков там и так далее вообще никакое серьезное решение не надо принимать эмоциональном состоянии вот это вот утро вечера мудренее на этом проспался там ли там досчитай до трех летом до десяти о чем это все без эмоции и вот и в еще более широком плане вообще когда вы живете по жизни живете не употребляйте негативного нехороших слов как бы сказать негативных мыслей потому что это все влияет вот даже если это влияет только на десять процентов я доведу людей которые на сто процентов убиваются этим всем просто потому что кто-то рядом вот такой кто-то рядом потому значит там сказал гадость он раз она в голове засела вы можете сказать человеку ты не слушай козлов ты не слушай негативных увидел пьяного отойди сказать это все можно понимаете но но мы все равно подвержены мы как бы мы не хотели уйти от этой зависимости мы все равно подвержены каждый из нас подвержен в меньшей степени в большей степени больше жизненного опыта меньше но опыта но но все равно подверг поэтому первое мы сами воздерживаемся от негативного второе если где ты вот есть рядом негативно отойди ну и хотя бы подумай о том вот как на тебя это влияет и может быть действительно лучше отойти может быть действительно что надо делать с этим и так далее но вот я когда про эти десять процентов прочитал жуть берет это ведь не связано с состоянием рынка но никак это не связано с тем что кто-то манипулирует рынком нет это не связано с тем что люди сознательно сознательно что-то делают какие-то нехорошие слова используют это не просто так говорят просто так разговаривают но мир в котором люди просто негативно разговаривать даже матершина то же самое а он же не ругался уже просто так говорит вот она что уже разговаривает так ну вот вот изгадил просто мир вокруг себя и все так так получается поэтому аккуратнее надо такой мой призыв вот молодому человеку мы пожелаем чтобы у него было много сбережений и в твердой валюте и дай бог чтобы значит как бы вопрос о сохранении сбережений его волновал потому что меньше всего давайте я развернусь раз такое дело у меня говорят приехал не едешь покажись вот пожалуйста я покажусь так вот я к чему говорю дай бог чтоб нас волновали вопросы сбережений знаете и чтобы у нас было чего сберегать и чтобы мы думали а как сберечь а во что вложить а как приумножить это очень хорошая мысль потому что у кого у кого ничего нету так и вы и не беспокоит так что всем у кого есть чего сберечь переложить и так далее всем большой привет и пусть сбережения растут счастливо